Добрый день! Сегодня в эфире «Реальное время» и с вами литературный обозреватель Екатерина Петрова. Через несколько дней наступит, по крайней мере, мой самый долгожданный праздник – Новый год, потому что 1 января можно ничего не делать, только отдыхать и наслаждаться ёлкой и красотой новогоднего декора. И вот как раз-таки про новогодний декор мы сегодня поговорим с доктором исторических наук, профессором Казанского государственного университета Аллой Сальниковой. Алла, добрый день! Здравствуйте! Да, Алла ещё автор книги «История ёлочной игрушки», которая вышла буквально недавно в издательстве НЛО, в серии «Культура повседневности», тоже моя любимая серия, которую я очень люблю. И как раз-таки Алла специалист по новогоднему настроению, можно сказать, потому что именно ёлочные игрушки, как мне кажется, создают вот это вот особое настроение, которое мы так ждём, и от которого есть надежда на то, что скоро будет всё хорошо, наступит Новый год, и вот там всё будет хорошо. Давайте начнём немножко издалека и не издалека. Начнём с этой книги. Как вам пришла идея вообще её написать? Почему вы увлеклись ёлочной игрушкой? Ну, увлеклась я, наверное, не тогда, когда писала эту книгу, а увлеклась я достаточно рано, то есть со своего детства. У меня всегда была очень хорошая ёлка. Дело в том, что в своём детстве я жила не с родителями, у меня отец военный, они жили в Германии, периодически меня только туда брали, а я жила с бабушкой и дедушкой в Оренбурге, в своём доме. И там ставили каждый год, дедушку привозил огромную ёлку до потолка, были прекрасные игрушки, как отечественные игрушки, так и из Германии родители привозили. И вот всё это торжество, празднество новогоднее, всё это мне было, ну, как и любому ребёнку, наверное, очень интересно, увлекательно, заманчиво. В общем, всё это мне очень нравилось. И потом всю жизнь, я вот студенту буквально только что об этом рассказывала, у меня была каждый год ёлка, то есть не было ни одного года, чтобы не было ёлки. И, по крайней мере, когда я стала жить уже отдельно от родителей, самостоятельно, ёлка была обязательно живая и натуральная. То есть я не признаю искусственные ёлки вообще. Маленькая, большая, пышная, не очень пышная, но всегда натуральная ёлка. И поэтому, ну, и как каждый нормальный человек, я очень любила этот праздник, но у меня совершенно не было каких-то мыслей о том, что я когда-то напишу, ну, может быть, кто-то подумает, несерьёзную книгу, потому что по сравнению со всеми остальными она кажется... Ну, это действительно, это всё-таки книга, она там... Есть исследовательский момент, но понятно, что она рассчитана на широкого читателя, это нон-фикшн книга, да? Вот. И получилось так, кто меня подвиг на работу по этой тематике, у меня был студент, потом аспирант, очень интересный человек, коллекционер, он живёт в Казани, Григорий Сергеевич Ивойлов. Я думаю, что вам интересно было бы и с ним встретиться. И он просто попросил меня написать к каталогу предисловия. Он и сам коллекционер, и родители у него коллекционеры, и их друзья коллекционеры, и у них прекрасная коллекция ёлочной игрушки. И они собирались проводить выставку, он попросил написать предисловие, небольшой предисловий к каталогу. Я написала, там страниц 25 всего было, и думаю, что всё, на этом моя функция выполнена, всё заканчивается. А потом ко мне обратился редактор этой книги, Анна Красникова, из нового литературного обозрения. И она мне предложила что-нибудь написать в серии «Культура повседневности». И когда я подумала, я решила, что вот эта тематика, она как раз очень подходит. И вот таким образом эта книга и появилась. В вашем детстве были ГДРовские ёлочные игрушки? – Были всякие игрушки. Были и ГДРовские игрушки, были и советские игрушки. И понятно, что ГДРовские, они очень такие, как сказать, изящные, очень из тонкого стекла, очень красивые. Но, наверное, детское моё воспоминание больше связано не с ГДРовскими, а с походами в магазин, как тогда называли советский универмаг. И есть хроника, я вот недавно только просматривала эту хронику, прилавки, на них такие сотые, и там разные игрушки. И вот огромное было удовольствие выбрать самой. Значит, дедушка с бабушкой мне купят пакет, я его беру, и с этим пакетом я прихожу домой, и этими игрушками наряжают. То есть интересно было самой покупать. – Да, я любила в детстве наряжать именно у бабушки, потому что у бабушки было много игрушек. И у неё были, как раз вы тоже пишите про них в своей книге, на прищепочке герои пушкинских сказок. А вот это одна категория игрушек моих любимых была, а вторая – это как раз ГДРовские, потому что моя тётя жила в Германии, у неё муж был военный, и она присылала периодически вот эти. И к ним, конечно же, было вот прям… Пылинки сдували, потому что их было мало. Понятно, что их нигде не достанешь, если разобьются. И очень аккуратно, я помню, когда я их вытаскивала, мне бабушка всё время говорила, только не разбей. Я аккуратненько вешала, вешала вот так вот. Но игрушки на прищепках пушкинские серии – это очень знаменитая такая серия. И сегодня она ценится очень высоко, гораздо дороже, чем те немецкие игрушки, которые казались нам дорогими, потому что это винтажные игрушки, это советский эксклюзив. То есть все советские игрушки, созданные до середины 60-х годов, они входят в серию коллекционных, винтажных. Поэтому они как раз гораздо более ценные. Да, вот сейчас они у моей тёте, ей достались по наследству. А у меня всего три осталось. У меня тоже, вот я как раз буквально, прям практически мы тут, ну, Новый год же уже скоро, я доставала как раз коробку, у меня искусственная ёлка, я доставала коробку с искусственной ёлкой, и у меня очень много разных игрушек, в том числе вот часть, которые как раз я после смерти бабушки взяла несколько советских игрушек. И вот они тоже я там пересматривала. Но у меня с прищепкой мне не досталось. Я очень, мне очень обидно, потому что это, конечно, были мои любимые. Вот, но они, да, они действительно, они такие прям, мне их иногда даже жалко вешать, потому что я боюсь, мало ли с ними что случится. Они потому что такие уже, да, я боюсь, что повесишь, и они не выдержат там вот эту вот штучку. А вы к стволу прослоняете, я обычно прислоняюсь к стволу. И тогда они, да, не держатся за счёт ствола и не падают. Откуда к нам вообще пришла вот эта традиция отмечать, ну, ставить ёлку и украшать ёлку? И, то есть, это был рождественский праздник, потом он стал нерождественским праздником. Да, как вот это вообще всё происходило, когда появилось, и как мы к этому пришли? Вот вы сейчас упоминали, перед тем, как брать интервью, книгу Елены Владимировны Душечкиной «Русская ёлка». Это действительно замечательная книга, и я не могу её не назвать, потому что, когда я начинала работать вот над своей, она, мне кажется, тоже очень помогла войти в этот контекст, именно исторический контекст. И в этой книге есть информация о том, что она, собственно, основана на источниках, на документах, о том, что впервые традиция украшать не частное пространство, а вот публичное пространство, то есть улицы, вход в дома, пытался вести ещё Пётр Первый. То есть после того, как он после своего европейского путешествия ему очень понравилось, и вышел Петровский указ накануне Нового 1700 года, а как раз Новый год был перенесён с осени на зиму, чтобы украшать улицы вечно зелёными растениями, не обязательно ёлкой, но любыми. Можно было там, пожалуйста, можжевельником, можно было сосной, ёлкой, чем угодно. Но эта попытка вести вот такую традицию, она не имела какого-то особого символического характера. То есть это было просто красиво, это не связано было с рождественской традицией, с новогодней традицией, просто чтобы на улицах было красиво. И эта традиция, она практически не прижилась в то время. Единственное, и об этом тоже пишет Душечкина в своей книге, я за ней ссылаюсь на неё, повторяю, что почему-то эта традиция очень понравилась трактирщикам. И они по традиции продолжали украшать входы в трактир ёлками, причём ёлку ставили над входом в трактир. И я сейчас, когда вижу ёлки, которые стоят над входом в рестораны, в какие-то торговые центры, я сразу вспоминаю Петровские трактиры, когда ёлка ставилась над входом. И даже сохранилось от той поры такое выражение, как ёлкин, пойти под ёлку, что означало хорошо выпить. Такая информация есть, но тогда всё это не прижилось. А приживаться всё стало только с XIX века. Но вы прекрасно знаете, что вся, собственно, императорская фамилия российская, там было очень много немцев, соответственно, немецких традиций. И вот считается, что Александр I, а вернее говоря, его жена, правильнее сказать, пыталась эту свою родную немецкую традицию ввести в Россию. И это имело под собой и некие идеологические основания, потому что Уваровская концепция самодержавия, православия, народность, она предполагала роль императора как отца всего российского народа. И вот семейный праздник в этом контексте, он оказывался очень подходящим для пропаганды, введения этой концепции. И вот, собственно, с александровских времён точно нет информации, в каком году впервые в императорском дворце была установлена ёлка. Но считают, что это были где-то, наверное, всё-таки 20-е годы XIX века, 20-е, 30-е годы. И затем уже из Санкт-Петербурга эта традиция стала распространяться по всей России постепенно. Но ёлка была таким достаточно дорогим удовольствием в то время. Да я бы сказала, не достаточно дорогим, а просто очень дорогим. Потому что игрушки тогда, даже кустарные игрушки, они в России ещё не производились. Игрушки возились исключительно из-за границы. Конечно, в первую очередь из Германии они возились. Они стоили очень дорого. Поэтому и там-то они не были ещё вот так вот широко распространены. Сказать, чтобы там вот они там за гроши их можно было приобрести. Плюс считалось, что очень хорошо, естественно, украшить ёлку стеклянными украшениями. Они стоили гораздо дороже, чем изготовлены из каких-то других материалов. Кроме того, транспортировка. И поэтому даже в аристократических домах подчас украшений не хватало. И украшали ёлку чем-то очень красивым, но более доступным. Я хочу сказать, вешали ожерелье, вешали там крупные серьги, броши, перстни, банты из дорогих тканей завязывали. То есть вот так. Всем, чем могли. Всем, чем могли, украшали. Причём это именно в самых богатых семействах, я бы сказала. Правильно я понимаю, что в дореволюционный период часто украшали едой фактически? Конфетами, какими-то орехами и так далее? Ну, эта традиция, она пошла ещё с самого начала, тоже пошла из Германии. То есть, когда первые ёлки стали в Германии устанавливать, их именно и украшали в основном такими съедобными украшениями. И не только конфетами, орехами, но, знаете, пряники. Тоже очень были распространены такие рождественские пряники. Но были и вообще такие эксклюзивные украшения. Например, в Швейцарии, где, как известно, мощные традиции по производству сына. Из сыра делали украшения, вешали их. С сырной ёлкой. Ну, там не только из сыра, там и другие были, но в том числе и из сыра. Ну, и понятно, что такие украшения, они были очень недолговечны, потому что мыши за зиму до следующего сезона всё это могли есть. Да мне кажется, что там на балах кто-нибудь пил вино и закусывал с ёлки сыром. Вполне может быть. Ну, может быть, я не знаю. Я просто сейчас представила. Я не знаю, как было на балах, но я знаю, что в дореволюционной традиции тоже в России существовал такой праздник, вернее, апофеоз праздника, который назывался разграбление ёлки. Это когда детям по окончании рождественского праздника разрешали кинуться к ёлке и сорвать с неё всё, что только возможно, всё, что оттуда можно было съесть. И в результате иногда ёлка оказывалась повержена. Если детей было очень много, они были очень активные. Вы у вас, у самой сын, вы представляете, как это могло происходить, да? И дети радостно срывали, съедали, и поэтому съедобное украшение – это была такая установившаяся традиция, она довольно долго существовала, по крайней мере, даже в первые советские десятилетия тоже вешали такие украшения. А вот в Казани, то есть в Казани очень много было немцев, и, соответственно, можно предположить, что в Казани эта традиция тоже пришла довольно быстро, по крайней мере, по сравнению с другими регионами. Как это было в Казани? Ну, я бы не сказала, что в Казани пришла вот она прямо так вот быстро по сравнению с другими регионами, но, по крайней мере, знаете, вот есть каталоги магазинов, лавок и магазинов казахских, и середина XIX века, 50-60-е годы говорят о том, что ёлочных украшений ещё не было в Казани в продаже в это время. Их привозили из крупных центров, российских уже по продаже. В общем, было таких центров в то время, наверное, три основных – это Москва, Санкт-Петербург и Варшава. То есть там закупали, можно было купить по каталогу, можно было заказать, и в Казань привозили такие вот игрушки. Естественно, что в немецких семьях в Казани достаточно быстро была воспринята эта традиция, о чём тоже в воспоминаниях есть информация. И в Казани, вот интересно, здесь была возможность украшать ещё, ну это уже вторая половина XIX века, во-первых, самодельными игрушками. То есть в дворянских семьях была такая традиция, все вместе садились, мама, все дети, няни, гувернантки, и всё вместе делали новогодние украшения, рождественские украшения. И это считалось очень хорошей такой воспитательной традицией, особенно для девочек. То есть это ремесло своеобразное, рукоделие, это очень поощрялось. И кроме того, можно было купить уже во второй половине XIX века игрушки кустарного производства. В Казани основной базар по продаже, собственно, самих ёлок натуральных, тогда других и не было. И таких вот кустарных украшений находился на Николаевской площади. Это около Ленинского садика, где сейчас Бутлеров сидит на кресле. Вот там был этот центр, и туда привозили из близлежащих деревень украшения самодельные, такие домодельные. Чаще всего это, например, были деревянные. То есть вырезанные разные там петушки, мишки, разные фигурки. Но всё равно население, вот вы правильно сказали, было очень бедное. То есть те, кто был побогаче, они могли позволить себе по каталогам заказать. Кроме того, в крупнейших магазинах Казани, вот Александровский пассаж, например, там уже появлялись. То есть не было специальных магазинов по продаже ёлочных украшений, но в магазинах, как тогда говорили, изящных товаров, да, там можно было купить ёлочные игрушки. А такие домодельные, вот самодельные, кустарные, они на массу у потребителя были рассчитаны. Но он был такой бедный массовый потребитель, что он даже эти игрушки не мог купить. И, как вот пишет Загозкин в своей книге, до 60% увозили назад. То есть просто не было возможности купить. А как, вот перелетим в советское время, и это, то есть дореволюционная история, это одна история в том числе, и ёлочных украшений, и традиций, и так далее. Советская история – это совсем другая. Как она изменилась, в чём между ними разница, что осталось общего? То есть как вот трансформировалась ёлочная игрушка, и, в принципе, традиция? Ну, вы понимаете, вообще вот в исторической науке, мы говорим, есть такая концепция преемственности и разрывов, да? Поэтому, вы понимаете, хоть у нас была там красногвардейская атака на капитал, но вот так вот, чтобы сразу всё почистую уничтожить и начать всё с чистого листа, наверное, это было невозможно. И в первое советское время, когда ещё, так сказать, большевики только утверждались в своей власти, сразу всё отменить и как-то поставить на новые советские рельсы было очень сложно. И это было сложно и с ментальной точки зрения, потому что население, даже уже и не самые верхи, но и широкие слои, благодаря наличию общественных ёлок, которые для бедных детей благотворители проводили, приглашали, например, да? Или там семьи приглашали, особенно в деревне, в помещу, усадьбу приглашали, крестьянских детей тоже было принято. То есть к ёлкам уже как привыкли, и сразу запретить ёлку... Ну да, у детей забрать праздник. Да, невозможно, папа позже забрали, а сразу не смогли забрать. И поэтому ему пытались придать другое идеологическое звучание. И вот в 20-е годы стали появляться ёлки уже такие осовеченные. То есть о чём здесь шла речь? Это, например, так называемое Красное Рождество, Красные Святки. А ёлку стали наполнять новым идеологическим содержанием. И как это происходило? С одной стороны, само действие, празднование. Ну, например, считалось, что вместо каких-то рождественских новогодних песен дети будут петь интернационал или будут петь какие-то советские песни, новые советские песни, само празднование. И, с другой стороны, за счёт украшения ёлки... Ну, я думаю, что над детьми так сильно не издевались. Всё-таки детям по традиции по-прежнему в первые годы советской власти украшали. Но, например, ёлки для взрослых, которые проводились в то время, наполненные новым идеологическим содержанием, там и игрушки были другие. Вот я привожу в своей книге пример, как в одной из воинских частей в начале 20-х годов проводилось Красное Рождество. И там на ветках висели маленькие фигурки врагов советской власти. То есть Юденича, Деникина, Колчака. И каждая эта фигурка была проткнута такой, ну, как сказать, палочкой. То есть они были повержены. Кровавое Рождество. Но это для взрослых было понятно. Такой символический смысл большой имел, я бы сказала, такой символический, сатирический смысл, как и празднования, которые в празднике проводились. Но это всё было для взрослых. И, в общем, в принципе, вот до 27-го года, 28-го, пока не началось активное наступление на религии в советской стране, всё-таки ещё остатки вот этой прежней традиции, они существовали. Но когда начался штурм религии в советской стране, уже в СССР, ёлка была просто запрещена. И, вы знаете, вот я находила документы архивные, очень интересные, когда людей, просто взрослых людей увольняли с работы под предлогом того, что вот мы узнали, что, скажем, эта женщина дома, они отмечали Рождество. И её на этом основании могли выгнать из комсомола, из партии тем более, и просто даже уволить, если она занимала какую-то значимую должность, а идеология её, получается, не соответствовала. Поэтому ёлку запретили, сказали, что это буржуазный пережиток, и с ёлкой просто её нужно прекратить. Но на самом деле люди тайком, они продолжали. Они, конечно, продолжали. Мне бабушка рассказывала, что вешали плотные шторы, окна закрывали, и ёлку всё равно ставили, всё равно всё проводили. А в некоторых семьях, когда боялись, что донесут, что ёлку, скажем, в дом вносили, украшали комнатные растения крупные. То есть пальму, фикус высокий. Также украшали, наряжали и праздновали. А вот вы немножко даже коснулись, рассказывая про вот это кровавое Рождество. У ёлочных игрушек, у них была пропагандистская функция. Вот вы об этом пишете тоже в книге. Вы знаете, если мы будем говорить о дореволюционном периоде, то в России всё-таки ёлочное всё это убранство, оно было достаточно деидеологизировано. Не было какого-то такого пропагандистского особого смысла. Если мы возьмём немецкую игрушку, то там очень сильный пропагандистский контекст прослеживается в годы Первой мировой войны. То есть немецкая государственная символика очень активно появляется в годы Первой мировой войны на немецкой ёлке. Изображение там флажки с изображением Казера, крест немецкий и так далее. А здесь в России этого не было. Но советская власть, вот я пример такой привела, и впоследствии, конечно, когда ёлку детям вернули накануне Нового 1936 года, и выяснилось, что украшать-то особо нечем, потому что остались только либо прежние игрушки, либо вообще никаких игрушек. Украшали всем, чем попало в первое время, вплоть до обычных детских игрушек, которые вывешивали на ёлку. Вот какие-то коробочки, шарики, в общем, всё, что было, всё и вешали. И потом советская кустарная промышленность, весь кустаре делала игрушки, она была сознательно ориентирована на изготовление таких идеологически насыщенных игрушек. То есть красные звёзды, шары с изображением серпа и молота. У меня вот один шар такой сохранился с изображением серпа и молота. И бабушка, у меня она очень долго прожила, у меня бабушка в 96 лет умерла. И я её спросила, я говорю, ты когда покупала этот шар? Этот шар, он на конце 30-х годов. Ты что, такая была идеологически продвинутая, да? Совершенно нет. Она говорит, да нет, красивый просто был. То есть вот здесь вот как раз очень интересный такой момент, как одно то, что власть вкладывала в эту игрушку, а другое то, как люди её понимали. То есть где-то было красиво. То есть где-то, наверное, да, такая идеологически насыщенная ёлка, общественная ёлка. А в домах, ну, может, какие-то такие там прям ярые коммунисты следовали такому канону. А основная масса населения, ну, то, что, во-первых, могли доставить. Знаете, я что сейчас подумала? Я видела одну игрушку, шар большой такой, и там была заснеженная Красная площадь, и, значит, там тройка. И я подумала, вот она не пропагандистская ли была? Но она была такой красивой. Вот я бы никогда в жизни не подумала про неё, что она пропагандистская просто потому, что она красивая. Почему-то нам кажется, что пропаганда не может быть красивой. Она должна быть красивой, чтобы быть результативной, да? Просто, знаете, действительно была очень замечательная серия. Это, по-моему, объединение ёлочку производила. Назвалась «Кремли России». Она потрясающе была красивой. У меня тоже была одна такая игрушка, которую мне как раз вот подарил Григорий Сергеевич на Новый год. И я очень, к сожалению, её разбила. Потому что современные игрушки, они же тоже производятся вручную. Вот эти дорогие игрушки, которые продаются. Они из тончайшего тоже стекла. И у меня вылетела вот эта вот штука, на которой прикрепляется. И я её разбила. Поэтому, ну, наверное, да, вы правы. Ну, просто вот вы начали говорить, и я сразу подумала, что вот эти вот все изображения, которые я видела, просто это был невероятно красивый шар. Он был такой огромный и прям очень красивый. Их несколько было. И вот у меня сейчас в голове всплыло, и я даже подумала, что почему я не купила? Ну, я в Москве тоже вот сейчас думаю, почему я не купила такой огромный шар, красный, с изображением золотого российского двуглавого орла. Был великолепный был этот шар. Вот это же тоже, по сути, можно отнести как к пропагандистским ёлочным игрушкам? Ну, это, я бы сказала, даже не пропагандистская. Это патриотическая игрушка. Она не пропагандистская, она патриотическая. А после того, как вот закончилась в советское время вот эта история с символикой, потом начали, какие пользовались популярности вот игрушки у людей, то есть вот что вешали? Вот я помню вот эти пушкинские сказки. Ну, вы знаете, тут, в общем, в разные периоды вешали разные. То есть мы не можем с вами пройти мимо периода Великой Отечественной войны, когда люди всё равно из последних сил эту ёлку старались, ну, как позволяла ситуация, и в госпиталях. И вот в книге я привожу, знаете, такой душераздирающий, очень трогательную историю. Я не могу прям практически без слёз о ней рассказывать. О ёлке в блокадном Ленинграде я нашла воспоминания, писал там мальчик о том, как это самый тяжёлый период, это вот с 1941 на 1942 год, решили нарядить ёлку. Но ёлку было достать негде, и сил на это не было. И он, бабушка с дедушкой почему-то, я не знаю, где там были родители, он ничего не пишет, они нарисовали ёлку на стене в квартире, и игрушки вбили гвоздики, дедушка вбил гвоздики, и на эти гвоздики он повесил игрушки. И какова же была радость, когда среди игрушек оказались золочёные орехи. И конфеты Мишка. И мы потом ели долго. Настоящий получился праздник в блокадном Ленинграде, орехи и Мишка. И дальше он всё это описывает, и дальше написано, дедушке оставалось жить два месяца, и многоточие. То есть даже в тех условиях детям... Всё-таки ёлка – это ту радость, которую мы стараемся в первую очередь для детей. Правильно, да? И для себя тоже. Конечно. Нет, но когда наши дети радуются, и это для нас самая большая радость. Мне кажется, это такая всеобщая радость, которая объединяет. И вот в этом плане очень хорошая история. Она тоже есть у вас в книге, она достаточно известна. Это футбол во время Первой мировой войны. Вот если кто-то не знает, расскажите эту историю. Да, это была такая история, фильм снят, художественный фильм есть о том, как было решено заключить на период рождественской ночи и Рождества перемирие между воюющими сторонами и сыграть в футбольный матч. Причём у них не было там ни мяча, ничего. То есть они сделали... Я просто... Вы не упомянули, я говорю, между Великобританией и Германией. И Германией, да. И они сделали из подручного материала, из каких-то там ветушек, сделали вот этот футбольный мяч, и они сыграли этот матч. Да, это возможность, праздник, который, наверное, берёт на себя вот здесь и роль преодоления каких-то конфликтов. А я ещё читала про эту историю, что после этого матча они не смогли воевать. Вот эти вот люди, которые сидели в окопах друг напротив друга, они просто не смогли, потому что они увидели, что это такие же люди, у них такое же Рождество, мы также тут играли в футбол. И их потом расформировали по другим местам, причём прям всех в разные, чтобы они нигде даже вот те, кто... Не соприкосновались. Даже те, кто, например, был в британских войсках, даже вот их расформировали в разные эти, чтобы... Потому что невозможно, они не могли уже больше воевать, поскольку они поиграли в футбол в Рождество и отметили Рождество вместе. Ну, я думаю, что, наверное, в годы Первой мировой войны это было возможно, но в годы Второй, думаю, уже нет. Ну, да. Там уже была другая идеология, там были другие люди. То есть я не могу представить, что вот тогда противостоящие стороны так бы могли себя повести. А Первая мировая там ещё... Другие были люди, другая психология была. Но, тем не менее, интересен вот сам факт. Сам факт, да. То есть это прям очень интересно. И то, что это всё-таки объединило. И на самом деле, если уж говорить, вот конкретно в этом месте остановило войну. Ну, да. На короткое время. На короткое время. Пока их всех не расформировали. Но дело в том, что ведь даже была, когда началась Первая мировая война, началась антирождественская кампания в России. То есть ёлка – это дитя немецкое. И даже есть тоже такая информация, что дети приходили к учителям и говорили, давайте в гимназии, там не будем проводить ёлку, а лучше мы эти деньги соберём и пошлём нашим воинам на фронт, там и подарки им пошлём. Но дети отказываются учить немецкий язык, например, да. Но всё равно это... Она не победила, эта кампания. И хорошо. Да, ну, она бы всё равно потом прекратилась с окончанием войны, естественно. Но там другие уже начались тенденции. Мы с вами говорили, советские. А как вот сегодня, то есть уже в современной России, какие есть традиции по украшению ёлки? Что сейчас из себя представляет? Что это ёлочная, российская ёлочная игрушка? Точнее, не российская, а в российских домах ёлочные игрушки. Вот так. Я думаю, что у всех всё по-разному. Я могу судить на основании... Я проводила анкетирование. В данном анкетировании я просила своих студентов, но это было уже, когда я писала эту книгу, чтобы они написали о том, как у них, что у них дома, ставят ли они ёлку, чем они её украшают. И выяснилось, что, оказывается, очень многие стараются украшать ёлку советскими ёлочными игрушками. И когда я спрашивала, ваша любимая игрушка, здесь две категории. То есть некоторые писали, это игрушка, подаренная родителям, старшим братом, старшей сестрой. То есть игрушка-память, семейная память, вложенная в эту игрушку. Многие писали, почему-то, я не знаю, как это объяснить, что очень нравится красная звезда на макушке. Очень многие. Любимая игрушка – это красная звезда. Потому что в детстве детей поднимали, чтобы они ставили красную звезду на макушке. Может быть. Вот меня так поднимали. Мне казалось, это самое классное украшение ёлки, когда папа меня поднимает, и я как главная, это же главное украшение, она же самая большая, на макушку ставлю красную звезду. Поэтому сейчас, вы знаете, в магазинах игрушек достаточно много, и они на любой вкус и на любой кошелёк. На самом деле, можно купить китайские игрушки, которые у них есть очень большой плюс, они не бьющиеся. То есть вы можете кидать сколько угодно эти шары в опол, а какой угодно. То есть они стойкие, долговечные. Ну, иногда некоторые неплохие китайские игрушки бывают. Можно купить российские игрушки, которые производятся на крупных... Ну, самая крупная у нас это ёлочка, да, вот эта фабрика. Эти игрушки очень дорогие, они очень хрупкие, и они очень красивые. И я не знаю, то, что касается вот лично меня, у меня такой микс, потому что у меня есть игрушки ещё, которые мамины, там, 30-х годов сохранились. Правда, к сожалению, не так уже их много, но они самые интересные, по крайней мере, для ребёнка, для моей внучки. Это, наверное, самые интересные игрушки, потому что, ой, вот это лев, а вот это обезьянка. То есть ей интересны тематические шары, ей не так интересны. Да, есть немецкие игрушки, есть игрушки, которые потом я покупала. В общем, у меня такая традиция, я каждый год одну игрушку на Новый год себе обязательно дарю. Я тоже так делаю. Да, я так делаю. И иногда такие совершенно экзотические игрушки. У меня сейчас есть аспирант-китаец, и в прошлом году, это год этого кролика был, он мне подарил две игрушки мягкие, двух, это заяц и зайчиха. Они такие большие, и, на мой взгляд, не очень сильно красивые. Но вот на вкус ребёнка, когда я её спросила, повесила двух этих зайцев, и я потом её спросила, какая игрушка у нас самая красивая, она сказала, вот эти. То есть китайские зайцы большие, понравились ей больше всего. Поэтому я думаю, что тут у каждого, у коллекционеров понятно, они вот у того же Григория Сергеевича дома, они наряжают несколько ёлок, то есть у них большой дом, и каждую ёлку наряжают в своём стиле, в своём как бы временном определении ограниченном. Вот у него я впервые, например, в его коллекции, я увидела игрушку, сделанную из ржаного хлеба. Удивительно, как она сохранилась, потому что это же столько лет. Это не гритёнок чёрный, который из жирного хлеба сделан. А я ещё заметила, знаете, какой я за собой заметила, что в последние несколько лет я очень люблю деревянные игрушки. То есть у меня есть там всякие паровозики, деревянные свечки, ещё что-то. То есть они раскрашены, всё красиво, но почему-то вот именно деревянные. И у меня вот такой микс. То есть есть шары, которые как бы создают такой фон, и есть вот много-много этих деревянных игрушек. Не знаю почему. Прям вот они мне нравятся до жути. Вы знаете, тоже в начале XX века был такой тренд. Наверное, он совпадает с современным трендом. Это мода на натуральный. Может быть, да. И тогда тоже был такой призыв украшать не стеклянными, не всякими там блестящими вещами, а украшать натуральными вещами. И вот эта мода на деревянную игрушку. И то, что воспроизводят, собственно, природные компоненты самой ёлки. То есть какие-то шишки вешать. Имитация снега, иния. Но эта мода, она не утвердилась, потому что всё равно люди хотели нарядную, блестящую ёлку. И тоже вот я привожу такую интересную историю, когда мальчик один вспоминал в дворянском доме накануне Рождества пришёл в гости к ним какой-то именитый генерал, весь увешанный орденами. И мальчик выбежал, его мама вышла, и мама спросила, ты знаешь, кто этот дядя? И мальчик ответил, я знаю, это ёлка. Потому что он весь был увешан, поэтому вот эта вот шикарная нарядная ёлка, это, я думаю, что и сейчас мы... Ну, можно всякую сделать, да? Да, хорошо, когда есть выбор. Да, конечно. Каждый хочет... Один можно год так, другой по другому, конечно. Но вот вы вначале сказали такую вещь, что вы спрашивали студентов, и студенты многие сказали, что они стараются украшать советскими игрушками. И я тоже слышала такое вот частое мнение, что вот ёлка с советскими игрушками это настоящая ёлка. Вот это вот всегда прилагательное настоящий Новый год, настоящая ёлка, это та, у которой вот советские игрушки. Почему такая... Ностальгия, не ностальгия, почему вот такое вот определение настоящей... Настоящей... Чистит. Ёлки, оно относится именно вот к советской игрушке. Я даже не знаю, может быть, здесь ещё причина в том, что всё-таки мои студенты это историки. Это вот, конечно, свою роль тоже, я думаю, сыграло. Но вот, конечно, я понимаю, что сейчас есть очень красивые, стильные ёлки. Ёлка, наряженная одинаковыми шарами, голубая ёлка, серебряная ёлка. Выглядит это очень стильно, но вот мне кажется, что не всегда это интересно. Это красиво, но не всегда интересно. А для них я как-то даже... А может быть... Вот мне кажется, вот я когда беру ёлочные игрушки бабушкины, для меня это всегда воспоминания детские. И может быть поэтому вот есть вот эта какая-то внутренняя теплота вот этих детских воспоминаний, потому что ну, у большинства детей всё-таки детство было счастливое, особенно если это связано с Новым годом, то даже если не очень счастливое детство у детей, то всё равно как-то воспоминания приятные. И вот беру я эти игрушки, у меня всегда вот эти праздники, вот когда приходишь, Новый год, подарки. Вот такой вот Дед Мороз у нас был, какой у вас на книжке. И мне кажется, что это вот скорее даже... То есть, грубо говоря, наши дети будут говорить так про наши игрушки, про мои деревянные условно. И говорят, что вот деревянные игрушки это настоящая ёлка. Мамин. Да. Вы знаете, у психологов есть такой метод лечения у психотерапевтов погружения в детство. Поэтому считается, вот вы правильно сказали, что какое бы детство не было, ведь, конечно, да, плохое с детства тоже запоминается, как психологи утверждают. Но всё-таки хорошее, оно запоминается тоже и очень чётко, явно. И когда ребёнок потом становится взрослым, вот эти вот яркие, положительно эмоциональные страницы детства, они, конечно, всплывают в памяти. И понятно, что вот эта коннотация с ёлочной игрушкой, она здесь так же, как и вообще с детской игрушкой. Если детские игрушки сохраняются, то берёшь в руку, всё равно в руки. Это очень приятно, на самом деле. Поэтому, конечно, в игрушках, в ёлочных игрушках заложена память, причём память, как мы с вами говорили, не только семейная, но и память историческая, память коллективная, всей страны. Вот этот весь ход эволюции, если можно так сказать, истории жизни ёлочной игрушки, она повторяет, она же вписана и в исторический контекст, и в политический контекст. И вот именно поэтому можно было и книгу такую написать. Не просто вот гёлочная игрушка, как какой-то элемент там... Декора. Декора, или повседневной жизни, да, как элемент истории, российской, советской истории. Алла, спасибо вам большое. И я надеюсь, что вам очень понравилось, мне понравилось, прям такие воспоминания, окунулась с удовольствием. Я поздравляю всех наших зрителей с наступающим Новым Годом, и надеюсь, что у вас Новый Год будет ярким, запоминающимся, и у вас будет много новых ёлочных игрушек, в которых сохранится память этого года и наступающего года. Всем спасибо большое. Алла, спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили. Тогда, пожалуйста. До свидания. До свидания. Счастливого Нового Года. До свидания.